Ежегодно в России более 400 тысяч человек переносят инсульт. Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет равновесие и координацию, не может поднять руку или ногу, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека ещё можно спасти. Действовать нужно быстро. Жизнь в твоих руках. Приятный подарок получили в уходящем году медики, уже привыкшие к бесконечным санкциям со стороны страховых компаний. Больше они не могут штрафовать медучреждения за плохой почерк врачей. Дефект оформления документации пересмотрен и конкретизирован, уточнили ФОМСИ. Кроме того, наложение санкций по результатам экспертизы, объёмов, сроков и качества медпомощи теперь возможно только после урегулирования всех разногласий с больницами. Сокращенный перечень оснований для проведения целевой экспертизы качества теперь она проводится только в наиболее значимых случаях. Следующим шагом планируется унифицировать саму экспертизу качества медпомощи, что позволит обеспечить объективность этой экспертизы. У многих людей на морозе нос начинает течь, носовые ходы увлажняются, так как выделяется большое количество слизи. Такая реакция на холодный уличный воздух наблюдается примерно у 50-90% людей. Оказалось, что это замечательный защитный механизм, с помощью которого организм борется с возможными инфекциями. Кроме того, вдыхаемый морозный воздух увлажняется и согревается перед попаданием в дыхательные пути легкие, помогая предотвратить раздражение слизистой оболочки дыхательных путей. Стоит иметь в виду, что влажность воздуха в носовых ходах практически всегда около 100%, независимо от температуры, которая обычно составляет около 26 в задней части носовой полости. Но иногда может достигать и 30%. Влажный воздух проще прогреть. И если в носовых полостях воздух холодный и сухой, то в мозг немедленно посылается сигнал о выделении слизи. Так что раздражаться из-за этого не стоит, поскольку это защитный эффект. Поводом для обращения к ревматологу являются различные боли и ощущения дискомфорта, возникающие в области отдельных суставов, измененные состояние структуры или привычной формы сустава, возникновение ощущения скованности в движениях и актуальность наследственной предрасположенности к возникновению подобного типа заболеваний. А какую помощь могут предложить пациентам с такими жалобами в Карачаево-Черкесии, расскажем в следующем сюжете. Отделение ревматологии в Карачаево-Черкесии появилось сравнительно недавно, 16 лет назад. До этого было общее понятие кардиоревматолог. Теперь же с 2002 года врачи-ревматологи принимают больных отдельно. Ревматологическое отделение республиканской больницы рассчитано на 35 коек. Пять специалистов принимают больных с системными заболеваниями соединительной ткани, с артрозом и пороком сердца. Кстати, пациенты с такими диагнозами направляются только в это отделение. В районах, медучреждениях ревматологии нет. Зато в Черкесии оборудован и работает кабинет геноинженерной биологической терапии. В прошлом году благодаря ему бесплатное лечение дорогостоящими препаратами получили почти 50 человек. В кабинет геноинженерной биологической терапии лечатся больными геноинженерными препаратами. Это опасные для жизни препараты, потому что это идет моделирование ДНК человека и мышей в основном. Получается иммуноглобулин. Так как они могут вызывать сильные аллергические реакции, здесь особое наблюдение за больными. В ревматологическом отделении уже есть свои постоянные пациенты. Султан Хамид Байрамуков уже две недели проходит тут лечение. Говорит, врачами доволен. Я заболел, у меня подагра. Некуда было. Я с 12-го года здесь лечусь в этом учреждении. Постоянно сюда прихожу. Всегда, когда уже плохо, когда уже некуда деться, приходим сюда. Ради Аллаха, помоги, доктор. И они помогают. Зарема Кнохова работает в этом отделении врачом-ревматологом с момента его образования. Уже более 10 лет она применяет на практике один из современных методов лечения серьёзных недугов – внутрисуставное введение лекарственных препаратов. Что это такое? На сегодняшний день лекарственные препараты вводятся в суставы с противовоспалительной целью. Это глюкокортикостероидные гормоны. Это при различных артритах. Кроме того, проводится химическое протезирование, так называемое, суставов. Но если сказать простыми словами, то это введение гиалуроновой кислоты в полость коленных в основном суставов – это самый хороший эффект. Зарема Кнохова утверждает, сейчас практически весь мир страдает от дегенеративных заболеваний, проще говоря, от изнашивания хряща. Для его восстановления в коленный сустав вводят гиалуроновую кислоту, которая снимает болевой синдром и стимулирует рост собственных хрящевых тканей. Кабинет для таких инъекций в ревоматологическом отделении оборудован по всем правилам процедурного кабинета. Только в прошлом году таким способом здесь вылечили более сотни пациентов. Анета Дышекова, Радамир Князев, Архивист-24. Более подробно о современных методах лечения ревоматологических заболеваний поговорим сегодня с гостьей программы. Нашей землячкой, врачом-ревоматологом, аспирантом кафедры внутренних болезней МГУ имени Ломоносова Чучаевой Фатимой Расуловной. Здравствуйте. Здравствуйте. Фатима Расуловна, скажите, пожалуйста, какие заболевания входят в группу ревоматологических? Ревоматологические заболевания – это, как правило, аутоиммунные заболевания, при которых иммунитет работает неправильно, распознавая собственные клетки и собственные органы как чужеродные и пытаясь их уничтожить. Вследствие чего возникают нарушения их функции, воспалительные реакции. Как, если говорить о перечне ревоматологических патологий, то они на слуху. Например, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, ансоассоциированные воскулиты. Фатима Расуловна, скажите, пожалуйста, какие симптомы появляются у больного и когда надо обращаться к докторам? Зачастую первым симптомом ревоматологической патологии являются артриты, то есть воспаление суставов. Соответственно, боль в суставах у данных пациентов заставляет обратиться к врачу. Но, как правило, это бывает не ревоматолог, как правило, это будет хирург, ортопед, травматолог. И дальше уже потом эти специалисты направляют к ревоматологам. Однако, стоит отметить, что, несмотря на то, что артриты все-таки более частые проявления ревоматологической патологии, при ревоматологических заболеваниях может поражаться любой орган, не только суставы. В связи с тем, симптоматика может быть абсолютно различной. Например, еще одним частым проявлением, одним из первых проявлений может быть синдром Рейно. Так называется симптом, при котором у пациентов может возникать побеление кончиков пальцев на холоде, а не менее. В этом случае пациент видит сам, что пальцы белеют, то есть это на самом деле не становится, как полотно листа, и не имеют на холоде. И пациент четко это описывает. Соответственно, это тоже одно из проявлений ревоматологической патологии. Какие факторы существуют, которые предрасполагают к этим заболеваниям? Сейчас дополено неизвестно факторы, которые наверняка могут предрасполагать к развитию данной патологии. Однако обсуждаются теории, в том числе наследственная теория, в том числе теория облучения различными видами лучей, инфекционные агенты, которые могут провоцировать заболевания, вирусы, а также химические агенты. Например, считается, что люди, которые много лет проработали на лакокрасочных производствах, они подвержены большему риску возникновения ревоматологических заболеваний. То есть можно сказать, что ревоматологические заболевания тоже относятся к профзаболеваниям в том числе? В том числе, но опять-таки это не доказано. Это всего лишь теория. То есть можно так сказать, но не всегда. Катима Расуловна, скажите, пожалуйста, какие самые частые заболевания встречаются в ревоматологии? Наиболее распространенным является все-таки ревматоидный артрит. Однако это больше даже связано не с самой распространенностью, а с тем, что оно чаще диагностируется. Чаще диагностируется. Я сейчас говорю именно об аутоиммунных заболеваниях, не о заболеваниях, при которых происходит нарушение обмена, вот подагры, все они знают. И говорю не о остеоартрозе, с которым сталкивается каждый человек в своей жизни. Я говорю об аутоиммунной категории ревоматологических заболеваний. Это ревматоидный артрит, потому что, как правило, его легче диагностировать, чем остальные патологии. Поэтому, как правило, такое распределение. Есть ли заболевания в ревматологии, которые не подвержены полному излечению? На самом деле, все аутоиммунные ревматологические заболевания не подвержены полному излечению. Да, при корректном лечении врач может добиться ремиссии, когда активность заболевания минимальна, и пациент может либо не лечиться, либо принимать препараты в низких дозировках. Однако, панацеи от ревматологических заболеваний не существует. Пациент должен контролировать активность заболевания всю свою жизнь. И, как правило, большинство пациентов принимают препараты всю жизнь, долгие годы. Скажите, пожалуйста, медицина не стоит на месте. Мы часто об этом говорим. Что ново, какой прорыв в лечении именно группы ревматологических заболеваний появилась в последние годы? На самом деле, прорыв существенный. Фармакологические компании работают, проводят свои исследования. Разработаны относительно новые группы препаратов. Это генно-инженерные, биологические препараты, таргетные препараты, которые действуют более прицельно на заболеваниях. Однако, опять-таки, это не панацея. Это не панацея, и данный препарат, как правило, пациент лечится всю жизнь. Нас очень радует, что наша землячка является аспирантом кафедры внутренних болезней МГУ имени Ломоносова. Фатима Расуловна, расскажите, пожалуйста, о Ваших научных интересах. Главным образом в область моих научных интересов входит такое заболевание, как системная склеродермия. Я, собственно, пишу по ней диссертацию, соответственно, более углубленно изучая данную тематику. Стоит отметить, что данное заболевание является тяжело излечимым и тяжело протекающим. В связи с этим даже в Европе существует общество, отдельное от Европейской лиги в борьбе с ревматизмом. Существует отдельное подразделение данного общества, которое занимается только системной склеродермией. Хочу отметить, что клиника, на базе которой я собираю пациентов, пишу работы. Она сотрудничает с Европейским обществом по борьбе с ревматизмом. В связи с тем мы производим обмен данными. Почему это важно? Ревматологическая патология достаточно редкая. Каждый об этом знает. В связи с этим очень важно накопить больший опыт для получения наиболее объективных статистических данных и наиболее адекватного лечения для последующих, в том числе, поколений и для последующих пациентов. Соответственно, врач, обмениваясь со своими коллегами данными, накопленными у них, накопленными у нас, он приносит пользу не только сейчас или здесь, он приносит пользу больше для следующих поколений. Соответственно, это как бы больше даже обязанность каждого, обязанность и, наверное, долг каждого, и врача, и пациента, делиться накопленным опытом и своими знаниями. Что хочется сказать, учитывая то, что мы сотрудничаем, зачастую проводятся исследования, и в связи с этим каждый пациент может обратиться, с данной патологией или с другой патологией, обратиться для того, чтобы получить консультацию, для того, чтобы оценить свое нынешнее состояние. В рамках этого исследования это возможно. Обследование проводится на базе клиники имени Тареева. Это клиника при Первом Московском университете медицинском имени Сеченова. Соответственно, оно абсолютно бесплатное в рамках данного исследования и сотрудничество с Европейской лигой по борьбе с ревматизмом. Патяна Расселовна, скажите, пожалуйста, чем же все-таки опасна системная склеродермия? Системная склеродермия – жизнеугрожающее состояние по нескольким причинам. Зачастую она начинается безобидно. На данном этапе, как правило, она даже не диагностируется. Она начинается, как правило, с вот уже упомянутого выше феномена РИНО, при котором велеют кончики пальцев, не имеют руки. Пациент, как правило, не очень даже обращает внимание на это. И только при обращении в связи с этим к специалисту, который знаком с данным синдромом, он может быть перенаправлен к ревматологу. Соответственно, дальше, как правило, присоединяется кожа. Отсюда и название – склеродермия. Кожа уплотняется, стягивается. Это приносит дискомфорт и косметические дефекты в том числе. Но кожа, феномен РИНО, а также артриты, которые могут также возникать при данном заболевании, не являются жизнеугрожающими. Более опасно поражение легких, при котором происходит воспаление в легких, так называемая интерстициальная болезнь развивается. Вследствие чего легочная ткань не функционирует. Когда у пациента появляется одышка, дальше… Это более запущенные, видимо, формы, когда… Это более запущенные формы, однако при разных формах склеродермии, в том числе при диффузной форме, данная симптоматика может развиться в течение первых пяти лет от диагностики данного заболевания. К сожалению, это так. Поэтому следует своевременно обращаться к специалистам, неважно, даже если нет, к ревматологу, к другому специалисту, к терапевту, который мог бы перенаправить к специалисту, к ревматологу. Более редким проявлением является склеродермический почечный криз. Однако он протекает незаметно, у пациента ничего не болит. Единственное проявление – это повышение давления и повышение уровня креатинина. Учитывая то, что наше население, как правило, не так часто на фоне благополучия проверяет уровень креатинина, многие запускают даже ситуацию с давлением, очень часто данный момент оказывается упущенным. Также при системной склеродермии возможно поражение сердца, вследствие которого возникают аритмии, часто жизнеугрожающие. Это основные проявления. Спасибо большое за такой подробный ответ. Фатима Расуловна, на сегодняшний день является модным увлечением спортом. Скажите, пожалуйста, каким-либо ревматологическим заболеванием может ли привести занятие спорта? Хочу отметить, что в настоящее время достоверно известно, что к аутоиммунным ревматологическим патологиям спорт перевести не может. Однако мы не должны забывать о таком более частом проявлении ревматологических патологий, как остеоартроз. Соответственно, как правило, он механический. Соответственно, любые нагрузочные виды спорта, которые могут приводить к повышенным и чрезмерным нагрузкам на суставы, могут приводить к остеоартрозу, который потом может потребовать даже протезирования сустава. На Ваш взгляд, скажите, пожалуйста, самая сложная в ревматологии является на сегодняшний день какая проблема? На мой взгляд, это все-таки гиподиагностика, связанная скорее с отсутствием своевременного обращения к врачу-ревматологу. Как правило, пациент не придает значения артритам. Как правило, пациент не придает значения каким-то изменениям кожи в том числе. И пациент обращается только, когда у него действительно появляется грубая симптоматика, грубая дышка, грубые отеки. Второе заключается в том, что ревматологические заболевания, они как бы мимикрируют. Они зачастую скрыты под масками других каких-то патологий. Соответственно, учитывая их редкость, врач не думает в первую очередь о наличии какого-то ревматологического заболевания. И не отправляет сразу к ревматологу. Соответственно, это вот две причины, по которым прогноз лечения может ухудшаться. То есть несвоевременная диагностика и несвоевременное обращение к врачу. Атимир Асуловна, скажите, пожалуйста, подвержены именно поражению заболеваниями, ревматологическими заболеваниями? Какая группа населения? Зачастую это молодые люди, как правило, среднего возраста, чаще женщины. Чаще женщины от 30 до 40 лет, как правило, впервые возникает какой-то симптом. Зачастую они не обращают на него внимания. Однако не стоит забывать, что я сейчас называю какие-то усредненные цифры, что ревматологическое заболевание может развиться даже у младенца и даже у пожилого человека. Поэтому при наличии каких-то симптомов нужно сразу обращаться к врачам. Атимир Асуловна, расскажите, пожалуйста, с какими именно ревматологическими заболеваниями обращаются к вам? Собственно, ко мне обращаются в основном с более распространенным ревматологическим заболеваниям в силу их распространенности. Это остеоартроз, патагрические артриты, ревматоидный артрит, спондилоартриты. С системной склеродермией, системной красной волчанкой – это все-таки более редкие патологии, поэтому, соответственно, таких пациентов меньше. Также с ассоциированными воскулитами также обращаются. Но, как правило, на стадии еще неустановленного диагноза. То есть он устанавливается позже. С уже установленным диагнозом пациент, как правило, наблюдается у одного врача и продолжает у него наблюдаться дальше, как правило. Есть как раз связанные с ассоциированными воскулитами. Был около года назад случай, когда в отделение клиники Тареева поступила пациентка с очень интересным анамнезом. Изначально пациентке был установлен диагноз туберкулеза, поскольку у нее была дышка и рентгенологическая картина туберкулеза. Однако палочка туберкулеза высеяна не была. Но, тем не менее, был заподозренный туберкулез и проводилось лечение туберкулеза. Оно оказалось неэффективным. Дальше пациентки стали проводить лечение противоопухолевые, потому что было решено, что это все-таки онкологический процесс. Лечение также не оказалось эффективным. И только когда произвели торокотомию для удаления уже нефункционирующей доли легкого, была взята биопсия, выяснилось, что это гранулятоз вегенера. И, соответственно, при длиннейшей терапии иммуносупрессивной и адекватном лечении пациентка восстановилась. Да, легкое восстановить, естественно, не удалось, поскольку оно уже не функционировало и фактически разложилось. Но, однако, жизнь пациентке спасти удалось. Данный случай подтверждает, что рентгенологические заболевания очень завуализированы, так скажем, все остальные какие-то тяжелые заболевания. Наша программа подходит к концу, и очень бы хотелось узнать ваши советы по профилактике развития рентгенологических заболеваний. Расскажите нам, пожалуйста. Пожалуй, главным советом, как раз соответствующим нынешним тенденциям модным, я бы попросила всех пациентов, всех людей, даже не страдающих никакими заболеваниями, ограничить пребывание на солнце чрезмерное. Я говорю в том числе о соляриях, я говорю в том числе о желании получить шоколадный загар, поскольку считается, что ультрафиолетовые лучи стимулируют нашу иммунную систему, возникает сбой при функции функционирования иммунной системы. Соответственно, это может в том числе привести либо к развитию рентгенологической патологии, либо к ее обострению. Это главный мой совет. Остальное все на данном этапе не доказано. И еще раз хотелось бы напомнить, что жители Карачаева, Черкесии, в том числе пациенты системной склеродермии, могут всегда обратиться ко мне, собственно, или напрямую в клинику Тареева при Первом медицинском университете в Москве для диагностики или лечения рентгенологической патологии, в том числе системной склеродермии. Желающие могут обратиться на канал РХС-24, где им будет предоставлена вся необходимая информация. Спасибо вам большое, Фатима Ирославовна, что нашли время и пришли к нам на передачу. Мы желаем успехов в работе и процветания. Спасибо вам. А я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня была врач-ревматолог, аспирант кафедры внутренних болезней МГУ имени Ломоносова, Чучаева, Фатима Расуловна. Уважаемые зрители, у вас есть возможность задавать свои вопросы специалистами Здравой Республики, врачам, фельдшерам и всем тем, кто уже был или будет в перспективе гостем нашей программы. Мы принимаем вопросы на медицинскую тематику по электронной почте. Адрес вы видите на своих экранах. Звоните, пишите. Мы постараемся найти ответы на волнующие вас вопросы. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире. Большинство смертей при инфаркте миокарда происходит в течение первого часа от первых его проявлений. Как распознать инфаркт? Это сильная давящая боль или жжение в груди. Боль может отдавать в левую руку, шею или между лопаток. Человек может тяжело дышать и потеть. Что делать? Немедленно вызвать скорую. Придать сидячее положение. Дать таблетку нитроглицерина и дать полтаблетки аспирина. Расскажи об этом родным и друзьям. Жизнь в твоих руках.